Дети не менее подвержены ковиду-19, чем взрослые. С начала пандемии в Сарове зафиксировали более 60 случаев заболевания у маленьких пациентов. По данным на 29 июня, 73 ребенка находятся в списке контактных. Чаще всего болезнь протекает в легкой форме, без госпитализации. Тем не менее, это не исключает и тяжелого течения заболевания, и в Российской Федерации зарегистрированы и летальные исходы. Клиническая картина проявлений у детей очень-очень скудная. В основном проявляется либо какой-то температурной реакцией от софибрильной, эпизоды до 38,5 и 39, и легкими катаральными явлениями в виде першения в горле, боль при глотании и легкие проявления насморка. Эпизодически у подростков могут быть жалобы на нарушение обоняния. Во многих случаях болезнь протекает бессимптомно. Врачи выявляют коронавирус у ребенка по обследованию в рамках контактов в семье и детских садах. Если раньше в апреле месяце у нас функционировал один детский сад с дежурными группами, то вот буквально в мае и в июне месяце дежурных групп стало значительно больше, и они работают при всех практически детских организованных дошкольных учреждениях. В связи с этим в этих учреждениях болеет и персонал, и дети также становятся контактными и по контактам обследуются. Основными методами профилактики вирусных заболеваний считаются вакцинация и соблюдение масочного режима. Прививки от ковида пока не делают. Препарат тестируют на добровольцах в научных институтах. В общественных местах надевать маску нужно как взрослым, так и детям. Маска должна закрывать всю поверхность лица, и маска должна меняться каждые два часа, потому что через два часа она потеряет свою эффективность. Она увлажняется, барьерная функция нарушается, и она сама становится инфицированным агентом. Важно тщательно мыть руки, обрабатывать продукты и упаковки из магазина, мобильные телефоны, дверные ручки и домашние поверхности, которых касаетесь чаще всего. Вирус на них сохраняется в течение 72 часов. Зная основные методы его передачи и соблюдая меры профилактики заражения, можно обезопасить себя и своего ребёнка. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.